Тепло будет, будет. Треть, два, три. Не будет, как в том году. Не будет. Пошла горячая вода в первый дом по Смышляевскому шоссе от мобильной котельной. Пока по временной схеме. По легенде учений на ведомственной котельной произошла авария. Без тепла осталась девятиэтажка. Этот дом для тренировки выбрали не случайно. В зимнее время здесь часто случались перебои. Ставили обогреватели. Мало того, нет горячей воды. Потом крутят водонагреватели. Ну вот. И еще обогреватели такие. Представляете, сколько энергии там взглось? Городские власти взялись за решение проблемы. Чтобы подключить мобильную котельную к дому, рабочим потребовались сутки. Она будет снабжать жителей теплом целый сезон. Мощности хватит на все девять этажей. Если возникнет ситуация ЧАЭСа и котельная ГБАСа не может обеспечить теплом этот дом, мы включим передвижную котельную, которая в полном объеме, отопительный сезон 2017-2018 года отработает. Сейчас мы уже с вами ходили и по квартиру, и уже пошла. И на вводе есть батарея теплая, горячая, скажем, в подъезде. И мы поднимались на третий этаж, пошло отопление по стояку, на весь дом. Двое суток передвижная котельная будет качать отопление по дому, чтобы выявить такие недостатки, как непроходимость труб. Их в оперативном порядке можно будет устранить сейчас, а не в морозы. Нам передают большую котельную ГБАС. Сейчас ведутся переговоры по ее передаче. Понимание достигнуто. Далее будем смотреть, какой план мероприятий по запуску той котельной. Подготовлена она к зиме, либо не подготовлена. До 30 октября мы ее готовим. Если все получается, мы ее пускаем. Если же что-то вдруг не получается с той большой котельной, пока работает у нас модуль. В Самаре на случай нештатной ситуации есть еще две передвижных котельных. Вопрос с отоплением в первом доме по Смышляевскому шоссе планируют окончательно закрыть в следующем году. Такие задачи энергетикам поставили городские власти. В целом Самара к подаче тепла практически готова. Тепло в дома дадут, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия. В этом году раньше начали отапливать социальные учреждения, которые подали заявки. Особое внимание больницам, домам ребенка, детским садам. Сегодня тепло уже поступило в 334 учреждения во всех районах города. Чтобы сбоев с отоплением не было, в этом году впервые за долгое время прошел масштабный ремонт теплотрасс. Алина Чемери, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.